Всем привет! С вами Алена Талаш, управляющий партнер компании «РосКо». Более 20 лет прошло с момента принятия первого закона, регулирующего порядок получения иностранцами российского паспорта. В конце апреля этого года президент России подписал новый закон о гражданстве, в котором учтены основные положения концепции миграционной политики нашей страны. Поговорим о новациях в части получения российского гражданства. В конце 2018 года в России утверждена концепция миграционной политики сроком на 6 лет. Основная цель – регулирование потока иностранно-рабочей силы и создание благоприятных условий для добровольного переселения в Россию лиц, когда-то покинувших ее. Эта концепция легла в основу нового федерального закона о гражданстве РФ. В законе прописана ситуация, когда граждане могут лишиться российского паспорта. Зачем нужен этот закон? За время действия прежнего закона накопилось много нерешенных вопросов и бюрократических препонов, затрудняющих получение российского гражданства. Особенно остро стояли вопросы, касающиеся приобретения российского гражданства лицами, которые родились в период существования СССР. Сократились требования к 20 с лишним категориям граждан. И это потребовало введения новых понятий. Ранее разработчиками законопроекта планировалось ввести понятие «соотечественники». Но на стадии принятия закона оно не прижилось. Какие новые понятия вводит закон? В закон введен термин «множественное гражданство». Это означает наличие у россиянина гражданства или подданства иностранного государства, с которым у России нет международного договора о двойном гражданстве. В одном из видео мы подробно разъясняли разницу между двойным и вторым гражданством. В настоящее время в России действует только один международный договор, касаемый двойного гражданства – с Таджикистаном. Обновленным законом расширена трактовка основных понятий. Иностранцы имеют три правовых статуса – временно пребывающие, временно проживающие и постоянно проживающие. Временно либо постоянно проживающие граждане имеют РВП, в том числе в целях получения образования либо ВНЖ. Все остальные граждане – временно пребывающие. Закон также уточняет, кто может являться родителем ребенка – отец, мужчина и мать женщина. Уточнение связано с тем, что в России запрещены однополые браки. Какие изменения содержатся в законе? Прежде всего законом сокращено количество требований к потенциальным претендентам на получение российского гражданства. Для некоторых категорий граждан получить российский паспорт станет значительно легче, чем сейчас. Отмечу, что в законе нет такой формулировки «упрощенный порядок», а прописана возможность получения гражданства без соблюдения общих условий. Но для лучшего понимания мы будем пользоваться привычной терминологией. Акцент на упрощенное получение российского гражданства сделан для граждан, которые жили в бывшем СССР, а также их детей и участников госпрограммы по добровольному переселению в нашу страну – соотечественников, проживающих за границей. Получить гражданство по упрощенной процедуре также смогут лица, имеющие близких родственников, проживающих в России. Для того чтобы исключить количество фиктивных браков, заключенных лишь для получения гражданства, упрощенный порядок будет действовать при наличии общего ребенка, в том числе приемного. А в старом законе упрощенная процедура действовала, если иностранец состоял в браке с российским гражданином или гражданкой не менее трех лет. Упрощенным порядком смогут воспользоваться граждане, пытающиеся пойти по сложной бюрократической процедуре – восстановление сроков подачи заявления на получение гражданства через комиссию по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации. Еще одна категория граждан, которые могут не получать ВНЖ, а сразу претендовать на российское гражданство – это иностранцы старше 18 лет, заключившие контракт не менее одного года на службу в рядах российской армии или других воинских формирований. Такие иностранцы должны только подтвердить знания русского языка, истории и основ законодательства нашей страны. Политическая ситуация внесла свои коррективы и в порядок получения российского гражданства. По упрощенной схеме могут получить гражданство Российской Федерации жители Украины, один из родителей которых является российским гражданином. Решение о получении гражданства в обычном порядке принимает МВД либо МИД и только в исключительных случаях решение остается за президентом. Такими исключительными случаями могут быть особые заслуги иностранца перед Россией, либо иные основания, которые представляют интерес для нашей страны. В подобных ситуациях иностранцу не нужно заботиться о наличии ВНЖ, а также сдавать экзамены на подтверждение знаний по русскому языку, истории и основ законодательства нашей страны. Помимо расширения категории лиц, имеющих право на упрощенное гражданство, иностранцы теперь не смогут получить гражданство на инвестиции. Разобраться в законах самостоятельно бывает непросто. Необходимо учить все нюансы, чтобы не допустить ошибок. Разрешить сложные вопросы по миграционному праву помогут юристы компании «РосКо». Наши специалисты с успехом завершили несколько десятков дел о получении российского паспорта. Позвоните по телефону, указанному на сайте, или оставьте онлайн заявку. Ссылка на сайт в описании к этому видео. За что могут лишить граждан российского гражданства? Об этом расскажет юрист компании «РосКо» Максим Леонов. Список преступлений, на совершение которых можно лишиться российского гражданства, дополнен новыми. Помимо перечисленного и старого закона перечня, основанием для прекращения российского гражданства может быть дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, организация вооруженного мятежа с целью изменения конституционного строя Российской Федерации, государственная измена, непоминовение приказам во время мобилизации военного положения, добровольная сдача в плен и дезертирство. Когда закон вступает в силу? Новый закон вступает в силу с момента 180 дней после его официальной публикации, то есть 26 октября этого года. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы, смело пишите их в комментариях или позвоните по телефону, напишите ватсап. Все контакты есть в описании к этому видео. И конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе, будь сросско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова